Пища. Главная наша задача изучать факты честно. Мы должны почитать науку как истинное знание, без предпосылок, ханжества, суеверия, но с уважением и мужеством. Николай Рерих. Видение. Чтобы понять, что нам нужно есть, что действительно питает, придется познакомиться с основополагающими явлениями, лежащими в основе жизни. Во-первых, мы приведем идеи величайших исследователей жизни Циолковского, Вернацкого, Гурвича и других, суть учения которых ясно высказал академик Казначеев. Живое вещество может быть изначально, но существует оно с веществом костным и перерабатывает в космосе потоки энергии, превращаясь в организации. Как показали исследования, живое существо состоит из вещества и поля, причем вещество имеет особую форму, левое вращение. Это является резким, без переходов, различием между живым, органическим веществом и костным, неорганическим, в котором левое и правое вращающееся вещество перемешаны между собой. Поле имеется вокруг любого живого объекта, по-современному биоплазма. Оно имеет сложную природу и исчезает с прекращением жизни. Такого поля нет вокруг неорганической материи. Рисунок 8. Первый снимок получен с несорванного листья вербены. Второй после того, как кусь вербены был вырван с корнем и полежал в тени 10 часов. А третий был сделан еще через 20 часов. Из книги Кирлиан «В мире чудесных разрядов». Эффект Кирлиан подтверждает наличие в любом живом организме вещества, находящегося в состоянии плазмы, а точнее биоплазмы. Журнал «Наука и религия» номер 7, 1989 год. Отсюда можно сделать самый главный вывод. Для поддержания и развития жизни нам нужна пища с левовращающимся веществом и богатая биоплазмой. Именно такая пища уменьшает энтропию, то есть распад в живой системе, то есть в организме. Если же в пище присутствует вещество с правым вращением или отсутствует биоплазма, это наоборот увеличивает энтропию и приводит к угнетению жизненных процессов. Как создается пища? Для Земли солнце является основным источником энергии. И именно солнечную энергию в первую очередь накапливают растения. Происходит это так. В процессе фотосинтеза происходит возбуждение одной молекулы хлорофила. В ней возбуждается при попадании на нее потока света один электрон, который в зависимости от спина, спин это вращение, либо влево, либо вправо, может перейти в триплетное состояние, либо в другое. Только триплетное приводит к поглощению энергии фотосинтетическим аппаратом при наличии донора водорода, которым является вода. Под действием квантов света из воды и углекислого газа синтезируется органическое вещество, при этом выделяется свободный кислород. Реакция соответствующая. Углекислый газ плюс вода плюс квант света получается углевод плюс свободный кислород. Это энергопоглощающая реакция при фотосинтезе. Все последующие химические превращения происходят каскадно, принудительно, за счет стремления электрона, двигающегося по пути переноса энергии, пуститься с повышенного энергетического уровня. Конечным продуктом фотосинтеза является высокоэнергетическая молекула АТФ, которой энергия закольцована в химическую связь и в дальнейшем используется в любых энергетических реакциях. Далее в растении молекулы АТФ используются для синтеза жиров и углеводов, которые в отличие от АТФ, а дезинтрифосфорной кислоты, нерастворимы и поэтому не изменяют астматического давления клеток и могут откладываться про запас. Это и есть та пища или энергия, высокоорганизованная энергия химических связей растительных углеводов, жиров и белков, которую растение изготавливает как для себя, так и на потребу всему животному миру. При употреблении растений в пищу в организме совершается обратный процесс – распад энергетических связей растительных углеводов, жиров и белков, дающих энергию для синтеза наших собственных видоспецифических углеводов, жиров, белков и т.д. То есть для синтеза собственных тканей организма и получения энергии. Из выше приведенного процесса усвоения энергии становится ясно, что при переработке растительного сырья в животные ткани какая-то часть энергии теряется. Затем, если мы потребляем животные ткани, расщепляем их в собственном пищеварительном тракте, а затем опять из составных этих тканей синтезируем свои ткани, происходит еще потеря энергии. Оказывается, лишь часть аккумулированного материала, около 10%, передается в следующее звено трофической, то есть питательной цепи. Любая обработка как растительных, так и животных продуктов, изменяющая их внутреннюю структуру, варка, солка, тушение, поджаривание, маринование, копчение, консервирование и т.д., приводят к падению их энергетического потенциала. Впервые об энергетическом потенциале пищи заговорил швейцарский врач Бирхер Беннер Аш в 1897 году. Он же успешно применял это положение на практике. Но оказывается, уже за много тысяч лет риши, это мудрецы Индии, знали об этом и называли энергию, содержащуюся в пищевых продуктах отжасов. В зависимости от того, много или мало отжаса, они подразделяли продукты питания. Их разработки настолько опережают современные, что мы в основном будем ими пользоваться. Растительная и животная пища – это не только источники энергии и строительного материала, но и фактор, обеспечивающий определенный состав внутренней среды и несущий информацию из окружающей среды во внутреннюю среду организма с целью максимального приспособления его к окружающему миру. Состав пищи. Теперь мы подошли к следующему важному разделу, из чего состоит наша пища. Какую роль играют компоненты пищи в поддержании нормальной жизнедеятельности организма? Вода. Человеческий организм на 55-65% состоит из воды. В организме взрослого человека с массой тела 65 кг содержится в среднем 40 литров воды. Из них около 25 литров находятся внутри клеток, а 15 в составе внеклеточных жидкостей организма. По мере старения человека количество воды в теле снижается еще больше. Сравните, в теле трехмесячного плода 95% воды, а у новорожденного ребенка уже 70%. Многие авторы считают одной из причин старения организма понижение способности коллоидных веществ, особенно белков, связывать большое количество воды. Вода является основной средой, в которой протекают многочисленные химические реакции и физико-химические процессы, ассимиляция, диссимиляция, осмос, диффузия, транспорт и другое, лежащее в основе жизни. Организм строго регулирует содержание воды в каждом органе и каждой ткани. Постоянство внутренней среды организма, в том числе и определенное содержание воды, одно из главных условий нормальной жизнедеятельности. Вода, содержащаяся в организме, качественно отличается от обычной. Во-первых, это структурированная вода. С применением тончайших методов физического эксперимента обнаружился удивительный факт. Оказалось, что в теснейшем контакте с биологическими молекулами вода находится как бы в замерзшем состоянии, имея структуру льда. Эти ледяные структуры воды являются матрицей жизни, без них невозможна сама жизнь. Только их наличие дает возможность протекания важнейших для жизни биофизических и биохимических реакций, например, проведение энергии от места ее нахождения до места потребления в организме. Живые молекулы организма вложены в ледяную решетку, как в идеально подходящий к ним футляр. Поэтому оводнение биомолекул и прочность удержания ими воды намного выше, когда вода, образующая с ними систему, имеет структуру льда. Обыкновенная вода представляет собой хаотическое скопление молекул. Такой футляр для биомолекул не подходит. Живые молекулы плохо располагаются между молекулами такой воды и поэтому удерживают ее плохо. На придание воде структуры льда организм тратит свою энергию. Во-вторых, структурированная вода, особенно вода, содержащаяся в живых организмах, обладает диссимметрией. Любая диссимметрия, как и структура, источник свободной энергии. В-третьих, оказалось, что биологическая информация может транспортироваться в водно-кристаллических структурах. Открылась память воды. Причем эта память настолько хорошо записана, что ее можно стереть лишь два, а то и три раза, прокипятив воду. Вода, отвечающая вышеперечисленным требованиям, в изобилии находится в фруктах и овощах. Ну и, конечно, в свежевыжатых овощных и фруктовых соках. В овощах и плодах ее содержится 70-90%. Нерастворимые вещества составляют от 2 до 8%. Растворимые от 7 до 16. Вода находится в плодах и овощах в свободном и связанном с коллоидами состоянии. Свободная, то есть структурированная вода, содержится в клеточном соке плодов и овощей. В ней растворены сахар, кислоты, минеральные соли и другие вещества. Она легко удаляется высушиванием. Плоды и овощи содержат свободной воды больше, чем связанной. Вода, находящаяся в прочной связи с различными веществами, то есть связана, не может быть отделена от них без изменения строения. Поэтому всасывается она постепенно по мере ее освобождения. Много воды содержат огурцы, салат, томаты, кабачки, капуста, тыква, зеленый лук, ревень, спаржа, ну и, конечно, арбузы и дыни. Как правило, прием сочных плодов и овощей насыщает нас самой лучшей водой и нам вообще не хочется пить. Прекрасными характеристиками обладает талая вода. Потребление воды, находящейся в свежевыжатых соках и талой воды, оказывает целебное и омолаживающее действие на организм. Именно такой водой лучше утолять жажду. Минеральные воды целебны не составом растворенных в них веществ, а информацией, которую вода вобрала в себя, проходя сквозь толщу земли. Неорганические минеральные вещества, растворенные в воде, не усваиваются организмом и выводятся как чужеродный материал. Усвоить неорганические вещества могут только растения. Мы же пользуемся только теми минеральными веществами, которые прежде были переработаны растениями. Вот что написано в Джудши о воде. Вода бывает дождевой, снежной, речной, родниковой, колодезной, минеральной и древесной. Предыдущие в этом ряду лучше последующих. Вода, падающая с неба, не имеет вкуса, но приятно, насыщает, прохладно, легка, подобно эликсиру. Вода, которая падает со снежных гор, хороша и так холодна, что огонь ее с трудом нагревает, но когда застаиваются, от нее бывают черви, ркангбам и болезни сердца. Вода на чистой земле, доступная солнцу и ветру, хороша. Вода из болота, вода с водорослями, с корнями и листьями, находящимися в тени деревьев. Солончаковая вода, в которой купаются животные, порождает все болезни. Холодная вода помогает при обмороках, похмелье, головокружении, рвоте, жажде, жаре тела, болезнях желчи и крови и отравлениях. Кипяток согревает, способствует пищеварению, подавляет икоту, удаляет слизь, вздутие живота, одышку и свежую чхампу. Охлажденный кипяток, не возбуждая слизи, удаляет желчь, но через день он становится как яд и возбуждает все пороки. Наблюдательность наших предков поразительна, а главное, жизненно приложима. В условиях нормальной температуры и умеренных физических нагрузок, человеку достаточно той воды, которая имеется в салатах и фруктах. Если растительной пищи потребляется мало, то человек, как правило, испытывает жажду и пьет много воды. Это приносит несомненный вред, так как усиливает нагрузку на сердце, почки и повышает процессы распада белка. Даже верблюд, находясь в пустыне, никогда не пьет воды впрок, а ровно столько, сколько было израсходовано. Если все-таки хочется пить, особенно в переходный период, то утоляйте жажду вышеуказанными жидкостями. Важно знать и следующее. Потребление продуктов с высоким содержанием солей натрия способствует задержке воды в организме. Соли калия и кальция, наоборот, выводят воду. Отсюда рекомендуется ограничить потребление соли и продуктов, содержащих натрий. При заболеваниях сердца и почек, а увеличить продукты, богатые калием и кальцием. При обезвоживании организма, наоборот, следует увеличить дозу продуктов с натрием и уменьшить с калием и кальцием. Белки. Белки сложные, азотосодержащие полимеры, мономерами которых служат А-аминокислоты. Аминокислотный состав различных белков не одинаков и является важнейшей характеристикой каждого белка, а также критерием его ценности в питании. Аминокислоты – органические соединения, в которых имеются две функциональные группы. Карбоксильная – СООН, определяющая кислотные свойства молекул. И аминогруппа – НН, придающая этим соединениям основные свойства. В состав белка с небольшим постоянством входят 20 аминокислот. Незаменимые – изолицин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, трианин, трептофан, валин, гистидин. Это особенно для детей касается. Заменимые – аланин, сирин, глютаминовая кислота, глютамин, аспарагиновая кислота, аспарагин, аргинин, пролин, цистин, тирозин. Основные функции белка в организме. Первое – пластическое. Белки составляют около 15-20% сырой массы различных тканей. Жиры и углеводы – лишь от 1 до 5%. И являются основным строительным материалом клеток, ее органов и межклеточного вещества. Белки наряду с жирами, фосфолипидами, образуют остов всех биологических мембран, играют важную роль в строении клеток и их функционировании. Второе – каталитическое. Белки – основной компонент всех без исключения известных в настоящее время ферментов. При этом простые ферменты представляют собой чисто белковое соединение. Ферментам принадлежит решающую роль в ассимиляции пищевых веществ организмом человека и в регуляции всех внутриклеточных обменных процессов. Третье – гормональное. Значительная часть гормонов по своей природе – это белки. К их числу принадлежит инсулин, гормоны гипофиза и другие. Четвертое – функция специфичности. Чрезвычайное разнообразие и уникальность индивидуальных белков обеспечивают тканевую индивидуальность и высокую специфичность. Пятое – транспортное. Белки участвуют в транспорте кровью, кислорода, жиров, углеводов, некоторых витаминов, гормонов и других веществ. Специфические белки – переносчики обеспечивают транспорт различных минеральных солей и витаминов через мембраны клеток и внутриклеточные структуры. В зависимости от пространственной структуры белка можно разделить на глобулярные – молекулы их имеют сферическую форму – и фибриллярные – состоят из вытянутых нитевидных молекул. К числу простых глобулярных белков относятся в частности альбумины, глобулины, проламины и глютелины. Альбумины и глобулины широко распространены в природе и составляют основную часть белков сыворотки крови молока яичного белка. Проламины и глютелины относятся к растительным белкам и встречаются в семенах злаков, образуя основную массу клейковины. Эти белки нерастворимы в воде, проламином, а относятся к глиодин пшеницы, зенин кукурузы, гардеин и ячменя. Аминокислотный состав этих белков характеризуется низким содержанием лизина, а также трианина, метианина и трептофана. И чрезвычайно высоким глютаминовой кислоты. Потребность человека в белках и аминокислотах. В мире не существует единых представлений о количественной характеристике этих норм, даже применительно к близким категориям населения. Тем более, что мы знаем о стинтезе дополнительно аминокислот в толстом кишечнике, которые вообще не учитываются при составлении белковых норм. Вот что пишет на эту тему приверженец естественных методов оздоровления натуропат Чупрун в газете «Советская Россия» от 27.11.86 года в статье «Чем обедал папуаз?» Человек растет, и его надо кормить. Факт, не требующий особых комментариев. Поэтому сегодня так называемая белковая проблема не менее важна, чем изыскание новых источников энергии и сырья. Ученые всего мира тщательно изучают известные источники белка – дрожжи и плесень, микроскопические грибы и бактерии, водоросли, мицелий высших грибов и высших растений. Но вот парадокс. Белковая проблема волнует кого угодно, кроме папуазов, Новой Гвинеи. Почему же? А вот почему. До сих пор считалось, это отражено в учебниках по питанию, что в ежедневном рационе должно быть уж никак не меньше белка, чем организм требует, а для молодого растущего человека даже больше. Папуазы же это правило успешно игнорируют на протяжении всей жизни. Ученые, взявшие за исследование их пищи, были поражены. Оказалось, что они даже не обеспечивают белкового равновесия. То есть папуаз потребляет с пищей 20-30 граммов белка, расходуя в полтора раза больше. Не из воздуха же он берет недостающие 10-15 грамм. Вот именно, из воздуха. Советские ученые Олейник и Панчишина, приведя эти данные в книге «Дисбактериоз кишечника», называют ряд бактерий, живущих в кишечнике любого человека. Они способны фиксировать азот воздуха, растворенный в пищеварительных соках, и вырабатывать из него белок. Почему же это не происходит у других народов планеты? Видимо, все дело в составе пищи. Папуазы питаются в основном бататом, это сладкий картофель, богатым сахаром и крахмалом, но содержащим так мало белка, что кишечные бактерии просто вынуждены использовать атмосферный азот, превращая его в аминокислоты, то есть кирпичики, из которых уже можно строить свои белки организмом человека. Как видно из статьи, этот необычный эксперимент поставлен самой природой. Папуазы живут на этом рационе не одно тысячелетие и на здоровье не жалуются. Это наглядный пример того, когда нормальная микрофлора играет роль подсобного хозяйства. Если мы удовлетворяем нужды микробам, они могут нас легко прокормить. В нашем цивилизованном мире, когда усвояемость аминокислот снижена из-за термической обработки, а микробы существенно отличаются от необходимых, белковая норма завышена. Исследование последних лет доказано, биологическое действие и проявление анаэробных, анаболических, то есть строительных свойств животного белка в организме наиболее высоки и всесторонние при следующих сочетаниях белка и витамина С. На каждый грамм поступающего белка 1 миллиграмм витамина С. Если это условие не соблюдается, то усваивается столько белка, на сколько хватает витамина С. А оставшая часть гниет и идет на корм патогенной микрофлоре. Вообще, вы должны знать, что нам надо только 4% энергии по белку. Ее легко можно удовлетворить растительным питанием и прочим прекрасным подбором аминокислот. Для натуропатов приводим в состав пищи, содержащей высокий процент белка. Найлучшая пища. Орехи, семечки, проросшее зерно, пивные дрожжи. Хорошая. Яйца, горох, бобы, рыба, сыр, грибы, свежее молоко. Плохая. Всехлебные злаки. Обдирные крупы. Мясо. Кипяченое и пастеризованное молоко. Гидролиз белков, то есть переваривание, происходит в желудок, кишечник за счет поджелудочной железы. Проиллюстрируем двумя наглядными примерами вредность потребления термически обработанных мясных продуктов. Индуцированный автолиз. Уголев описывает такой опыт. Прозрачную камеру, заполненную естественным желудочным соком человека, помещалась сырая лягушка и лягушка после предварительной недолгой термической обработки. Первые несколько часов гидролиз сухожилий обработанной лягушки шел быстрее, однако в последующие 2-3 дня сырая лягушка полностью растворялась, тогда как структуры термически обработанной оставались такими же. Рисунок 9. Схема индуцированного автолиза. Индуктор, то есть соляная кислота желудочного сока, проникает внутрь клеток пищи, сырой пищи, и разрушает ее лизосомы. Лизосомы это органелы, содержащие множество гидролитических ферментов. Вышедшие в цитоплазму ферменты гидролизируют структуру клетку и ее оболочку. Рисунок 10. Схема деградации многослойной ткани за счет ферментов пищеварительного сока и индуцированный автолиз ткани собственными ферментами. А. Интерактивная ткань пищевого объекта. Б. Постепенное послойное разрушение ткани ферментами пищеварительного сока. В. Быстрое разрушение различных слоев ткани за счет проникновения индуктора собственных ферментов клетки. Этим доказывалось, что белки естественны, не подвергнуты предварительной термической обработке, расщепляются гораздо быстрее и качественнее, чем денатурированные, то есть видоизмененные термической обработкой, копчением, солкой и т.д. Выяснилось, что соляная кислота желудочного сока проникает в клетки пищи и вызывает разрушение лизосом, особых клеточных органелл. В лизосомах клетки находятся ферменты, гидролазы, которые при создавшейся в ней PH среды от 3,5 до 5,5, то есть это очень кислая среда, разрешают все клеточные структуры. Следовательно, желудочный сок индуцирует самопереваривание пищи ее же ферментами. Этот механизм существует как у хищных, так и у растительноядных животных. Рисунок 9.10. Индуцированный автолиз усиливается при температуре 37-40 градусов Цельсия. Под влиянием кислого желудочного сока происходит, во-первых, повышение проницаемости мембран, во-вторых, изменение активности пролеолитических и других ферментов, в-третьих, изменяется состояние белковых клеток и тканей, в частности, их чувствительность к действию ферментов. В отличие от поверхностного действия пищеварительных соков на пищевой объект, в случае индуцированного автолиза имеет место взрыв ткани изнутри, поскольку автолиз индуцируется по всей толщине пищевого объекта. В этом случае происходит гидролитическое расщепление всех клеточных структур. Оказалось, что около 50% гидролаза определяется ферментами не желудочного сока, а самой автолизированной ткани. Все животные используют аутолитическое пищеварение, потребляя живые объекты, животные или растения, и только человек подвергает пищу термической обработке, в кавычках улучшая ее. Собственные ферменты пищеварительных соков особенно важны для утилизации структур, лишенных лизосом. Это белок соединительной ткани, жиры, полисахариды у растений. То есть, все это происходит усвоение с высокой скоростью. Биохимик Паргетти обнаружил, что при приготовлении пищи на огне выше 54 градусов Цельсия, в течение любого количества времени активность ферментов пропадает и автолиз становится невозможной. Специфическое динамическое действие пищи. Под специфическим динамическим действием пищи, сокращенно SDDP, подразумевается усиление обмена веществ после приема пищи по сравнению с уровнем основного обмена. Примерно через 15-30 минут после приема пищи происходит повышение обмена энергии, достигая максимума через 3-6 часов и сохраняется в течение 10-12 часов. Причем различные виды пищи по-разному влияют на это повышение. Жиры незначительно повышают обмен, а иногда и тормозят его. Углеводистая пища повышает его на 10-20%, а белковая еще больше, до 40%. Чем вызвано такое большое повышение обмена энергии после приема белковой пищи? Для этого необходимо знать, сколько у взрослого человека расходуется пищевого белка на построение и замену изношенных тканей организма и сколько на потребление энергии. Давным-давно Рубнер опытным путем показал, что только 4% общего обмена энергии идут на построение или прирост белка, а следовательно белком могут быть покрыты. В среднем это будет 30 грамм белка в день на человека, а в 100 граммах мяса его 20 грамм. Прежде чем ответить на вопрос, куда же идет лишний белок, ответим на другой вопрос. Что у нас используется в качестве основного топлива? В качестве основного поставщика энергии у нас используется углевод. Упрощенно обозначим ее SHO. При окислении кислородом мы получаем свободную энергию, которую используем, а также углекислый газ и воду, которая легко выводится из организма. Молекула белка состоит из азота и углевода. Отсюда, если белок используют в качестве энергетического материала, то от него сначала надо отщепить азот, а затем использовать углевод как топливо. В отличие от углеводов и жиров, азот в организме не может откладываться про запас и усиленно выводится из организма. Так, после белкового завтрака выводится до 50% поступившего с пищей азота. В этом случае энергозатраты достигают таких размеров, что до 30-40% калорийности пищи уходит на расщепление азота и выведение его из организма. А как нам известно, основной орган, выводящий азот из организма, это почки. Поэтому сверхплановая работа быстро изнашивает их. В результате реакции специфического динамического действия продуктов происходит не только интенсификация энергообмена и распада аминокислот, то есть белка, но и изменение уровня глюкозы в крови, сдвиг водно-солевого баланса, изменение тонуса сосудов, также вовлекаются гормональные системы. Браунштейн обратил внимание, что усвоение и обмен аминокислот, то есть белка, требует значительного количества свободной энергии. На пути прохождения через организм каждый атом азота вызывает распад многих молекул АТФ и неорганического фосфата. При сопоставлении скоростей синтеза и распада белка, а также кругового оборота азота при диетах с низким и высоким содержанием белка, установлено, что при низкобелковой диете интенсивность кругового оборота азота снижается на 18%. Отсюда видна роль специфического динамического действия пищи для построения рациональных диет, а заодно дан ответ любителям мясной пищи, считающим ее поставщиком энергии. 18% сэкономленных вами при переходе на малобелковый рацион пойдут на укрепление и исцеление вашего организма. Углеводы. Углеводами называются органические соединения, имеющие в составе два типа функциональных групп – альдегидную или кетонную и спиртовую. Другими словами, углеводы – это соединения углерода, водорода и кислорода. Причем водород и кислород входят в соотношение 2-1, как в воде, отсюда их название. Животные и человек не синтезируют углеводы в зеленых листьях при участии хлорофила и солнечного света. Осуществляется ряд процессов между поглощением из воздуха двуокиси углерода и впитанной из почвы воды. Конечным продуктом этого процесса, называемого ассимиляцией или фотосинтезом, является сложная молекула углевода. В ней природа собрала солнечную энергию в химическую, которая впоследствии освобождается при распаде углевода в организме человека. Углеводы подразделяются на моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Моносахариды – это простые углеводы, наиболее простые представители углеводов и при гидролизе не расщепляются до более простых соединений. Для человека наиболее важны глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза и т.д. Олигосахариды – это более сложные соединения, построенные из нескольких от 2 до 10 остатков моносахаридов. Наиболее важны для человека сахар, мальтоза и лактоза. Полисахариды – высокомолекулярные соединения, полимеры, образованные из большого числа моносахаридов. Они делятся на перевариваемые и неперевариваемые в желудочно-кишечном тракте. К перевариваемым относятся крахмал и гликоген. Из вторых для человека важны клетчатка, гемилцелеллеза и пектиновые вещества. Моно- и олигосахариды обладают сладким вкусом, в связи с чем их называют сахарами. Полисахариды сладким вкусом не обладают. Если сладость раствора сахарозы принимать за 100%, то сладость фруктозы – 173%, глюкозы – 81%, мальтозы и галактозы – 32% и лактозы всего лишь 16%. Глюкоза – составная единица, из которой построены все важнейшие полисахариды – гликоген, крахмал и целеллеза, а также входит в состав сахарозы, мальтозы и лактозы. Она быстро всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта, а затем поступает в клетки организма, где вовлекаются в процессы биологического окисления. Окисление глюкозы сопряжено с образованием значительного количества АТФ. Глюкоза – наиболее легко и быстро усваиваемый источник энергии для человека. Для своего усвоения она требует инсулин. Роль глюкозы особенно велика для центральной нервной системы, где она является главным источником окисления. Она легко превращается в гликоген. Фруктоза менее распространена, чем глюкоза, и также быстро окисляется. Часть фруктозы в печени превращается в глюкозу, но для своего усвоения она не требует инсулина. Этим обстоятельством, а также значительно более медленным всасыванием фруктозы сравнительно с глюкозой в кишечнике, объясняется лучшая переносимость ее больными с сахарным диабетом. Галактоза входит в состав молочного сахара – лактоза. В организме человека большая часть ее превращается в печени, в глюкозу, а также участвует в построении гемилцеллюлез. Основными пищевыми источниками глюкозы и фруктозы служат мед, сладкие овощи и фрукты. Глюкоза и фруктоза содержатся во всех плодах. В семечковых преобладает фруктоза, а в косточковых, таких как абрикос, перцы, кислива – глюкоза. Ягоды отличаются наименьшим содержанием сахарозы. Количество фруктозы и глюкозы в них приблизительно одинаково. Моносахариды непосредственно окисляются до двуокиси углерода и воды, тогда как белки и жиры окисляются до тех же продуктов через ряд сложных промежуточных процессов. Благодаря выше указанным свойствам, моносахариды – самый быстрый и качественный источник энергии для процессов, происходящих в клетке. Сахароза – важнейший пищевой источник ее сахар. Попадая в организм, она под влиянием кислот и энзимов легко разлагается на моносахариды. Но этот процесс возможен, если мы потребляем сырой свекольный или тростниковый сок, обыкновенный сахар имеет более сложный процесс усвоения. Лактоза – молочный сахар. Основной углевод молока и молочных продуктов. Его роль весьма значительна в раннем детском возрасте, когда молоко служит основным продуктом питания. При отсутствии или уменьшении фермента лактазы, расщепляющей лактозы до глюкозы и галактозы, в желудочно-кишечном тракте наступает непереносимость молока. Мальтоза – солодовый сахар. Промежуточный продукт расщепления крахмала и гликогена в желудочно-кишечном тракте. В свободном виде в пищевых продуктах она встречается в меде, солоде, пиве, патоке и проросшем зерне. Крахмал – важнейший поставщик углеводов. Он образуется и накапливается в хлоропластах зеленых частей растений в форме маленьких зернышек, откуда путем гидролизных процессов переходит в водорастворимые сахара, которые легко переносятся через клеточные мембраны и таким образом попадают в другие части растения, в семена, корни, клубни и в другое. В организме человека крахмал, сырых овощей постепенно распадается в пищеварительном тракте, при этом распад начинается еще во рту. Слюна во рту частично превращает его в мальтозу. Вот почему хорошее пережевывание пищи и смачивание ее слюной имеет исключительно важное значение. Помните правило? Не пить во время еды. В кишечнике мальтоза гидролизируют до моносахарол, которые проникают через стенки кишечника. Там они превращаются в фосфаты и в таком виде поступают в кровь. Дальнейший их путь – это путь моносахарида. А вот о вареном крахмале отзывы у ведущих натуропатов Уокера и Шелтона отрицательны. Вот что говорит Уокер. Молекула крахмала нерастворима ни в воде, ни в спирте, ни в эфире. Эти нерастворенные частицы крахмала попадают в систему кровообращения, как бы засоряя кровь, прибавляя в ней своеобразную крупу. Кров в процессе циркуляции имеет тенденцию освобождаться от этой крупы, устраивая для нее складное место. Когда потребляется пища, богатая крахмалами, особенно белая мука, вследствие этого твердеют ткани печени. Вопрос о крахмале и его роли в нашем здоровье сейчас основной. Вспомните слова Павлова «Кусок хлеба насущного». Поэтому со всей тщательностью разберем его. Может, доктор Уокер сгущает краски? Возьмем учебник для мединститутов гигиенопитания М.Медицина 1982 год Петровского и Войханена и почитаем раздел о крахмале страница 74. В пищевых рационах человека на долю крахмала приходится около 80% общего количества потребляемых углеводов. Крахмал по химическому строению состоит из большого числа молекул моносахаридов. Сложность строения молекул полисахаридов является причиной их нерастворимости. Крахмал обладает только свойством коллоидной растворимости. Ни в одном из обычных растворителей он не растворяется. Изучение коллоидных растворов крахмала показало, что раствор его состоит не из отдельных молекул крахмала, а их первичных частиц мицелл, включающих большое количество молекул. Именно их уокер и называют крупой. В крахмале имеются две фракции полисахаридов – амилоза и амилопектин, резко отличающиеся по своим свойствам. Амилозы в крахмале от 15 до 20%. Она растворяется в горячей воде в 80 градусов Цельсия, образуя прозрачный коллоидный раствор. Амилопектин составляет 75-85% крахмального зерна. В горячей воде он не растворяется, а лишь подвергается набуханию, то есть требуя для этого жидкость из организма. Таким образом, при воздействии на крахмал горячей воды образуется раствор амилазы, который сгущен набухшими амилопектинами. Полученная густовязкая масса носит название клейстера. Эта же картина наблюдается и в нашем желудочно-кишечном тракте. И чем из более тонкого помола сделан хлеб и так далее, тем качественнее клейстер. Клейстер забивает микроворсинки 12-перстной и нижележащие отделы тонкой кишки, выключая их из пищеварения. В толстом кишечнике эта масса, обезвоживаясь, прикипает к стенкам толстой кишки, образуя каловый камень. Превращение крахмала в организмы в основном направлено на удовлетворение потребностей в сахаре. Крахмал превращается в глюкозу последовательно через ряд промежуточных образований. Под влиянием ферментов амилаза, диастаза и кислот крахмал подвергается гидролизу с образованием декстринов. Сначала крахмал переходит в амилодекстрин, а затем в эритродексин, ахродекстрин, мальтодекстрин. По мере этих превращений повышается степень растворимости в воде. Так образующийся в начале амилодекстрин растворяется только в горячей. А. Эримодекстрин и в холодной воде. Арходекстрин и мальтодекстрин легко растворяются в любых условиях. Конечным превращением декстринов является образование мальтозы, представляющей собой солодовый сахар, обладающий всеми свойствами дисахаридов, в том числе хорошей растворимостью в воде. Полученная мальтоза под влиянием ферментов превращается в глюкозу. Действительно долго и сложно, и этот процесс легко нарушить, неправильно потребляя воду. К тому же, совсем недавно ученые установили, что для образования в организме тысячи калорий из 250 граммов белка или углеводов должно расходоваться значительное количество биологически активных веществ, в частности, витамина В1 0,6 миллиграмма, В2 0,7, ПП 6,6, С 25 и так далее. То есть, для нормального усвоения пищи нужны витамины и микроэлементы, потому что их действия в организме взаимосвязаны. Без соблюдения этого условия, крахмал бродит, гниет, отравляет нас. Почти каждый ежедневно отхаркивается крахмалистой слизью, которая переполняет наш организм и вызывает бесконечные насморки и простуды. Если же вы, наоборот, будете в дневном рационе употреблять только 20% крахмалистых продуктов, а не 80%, и соблюдать соответственно к ним соотношение биологически активных веществ, вы, наоборот, будете дышать легко и наслаждаться здоровьем. Если же вы не можете отказаться от термически обработанных крахмалистых продуктов, которые еще труднее усваиваются, чем сырые, то вот вам рекомендация Шелтона. Более 50 лет в практике гигиенистов было потреблять с крахмалистой пищей большое количество салата и сырых овощей, за исключением помидоров и другой зелени. Такой салат содержит изобилие витаминов и минеральных солей. То есть это должен быть листовой салат. Сразу же рассмотрим и другой важный аспект этого вопроса. Какие крахмалистые продукты лучше всего использовать? Мы потребляем очень много хлеба, изготовленного из муки. Мука – пищевой продукт, получаемый мелким раздроблением эндосперма зерна хлебных злаков с большей или меньшей примесью его оболочек и зародыша. В итоге химический состав муки значительно отличается от зерна. Характерной особенностью пшеничной муки является наличие в ней клейковины, образующиеся при приготовлении теста и состоящие в основном из белка. От физических свойств клейковины зависит эластичность, пористость и объем хлеба. А вот что показали исследования уголева относительно клейковины. Оказалось, что при употреблении пищи, продуктов, ее содержащих, нарушается нормальная структура щеточной каймы, происходит атрофия микроворсинок. Естественно, при уменьшении микроворсинок уменьшается мощность ферментативного слоя и страдает пристеночное пищеварение и всасывание пищевых веществ. Так начинается самое первое звено в цепи самой разнообразной патологии. Нормализация структуры щеточной каймы происходит после лечения диеты, свободной от клейковины. Ржаная мука отличается от пшеничной наличием слизи. Слизи – это вещества углеводистой природы. Содержит меньше белка, больше сахара, не образует клейковины. Мука, не образующие клейковины. Овсяная, кукурузная, просяная. Кстати, я просяную кашу ем. В качестве использования крахмалистых продуктов рекомендуются крупы. Овсяная, пшено, гречнево, рис. Большое место помимо хлеба в нашем питании отводится к картофелю. Ознакомимся с этим продуктом подробнее. В состав картофеля входит крахмал 18-20%. Но в картофеле содержится и ядовитое вещество соланин. Особенно его много в ботве и ягодах, позеленевших, загнивших и проросших клубнях, что может вызвать отравление. В зрелых, свежих клубнях он содержится в безвредных количествах, но все-таки есть. И вот еще интересные данные. Картофель молодой до 1 сентября. Съедобная часть 85% углеводы 17,8. Картофель молодой с 1 сентября до 1 января. Съедобная часть 75% углеводы 15,8. Картофель с 1 января до 1 марта. Съедобная часть 70% углеводы 14,7. Картофель с 1 марта. Съедобная часть 60%. Углеводы 12,6. Как видно из этого краткого обзора, картофель довольно-таки посредственный продукт, который лучше всего есть максимум до 1 января. Старайтесь шире в своем питании использовать продукты, содержащие естественную глюкозу, фруктозу и сахарозу. Наибольшее количество сахара содержится в овощах, фруктах и сухофруктах, а также проросшем зерне. Гидролиз углеводов происходит в ротовой полости и в кишечнике с помощью ферментов поджелудочной железы. Пищевые волокна. Целлилеза, клетчатка, гемилцеллилеза и пектиновые вещества. Другое их название. Устаревшие балластные вещества широко распространены в растительных тканях. Их роль сводится к следующему. А. Формированию гелеобразных структур, что влияет на поражение желудка, скорость всасывания в тонкой кишке и время транзита через желудочно-кишечный тракт. Б. Способность пищевых волокон удерживать воду, то есть это предотвращает образование каловых камней. Меняют давление в полости органов пищеварительной системы. Электролитный состав и массу фекалиев, увеличивая их вес. В. Способность волокон адсорбировать желчные кислоты и таким образом влиять на их распределение вдоль желудочно-кишечного тракта и обратное всасывание, что существенно отражается на потере стероидов в скала и обмене холестерина в целом. При увеличении пищевых волокон в рационе снижается уровень холестерина в крови. Это связано с участием пищевых волокон в круговороте желчных кислот. При отсутствии поступления пищевых волокон нарушается не только обмен желчных кислот, а отсюда понижение гемоглобина в крови, но и холестерина и стероидных гормонов. Г. Большое значение для электролитического обмена в организме и в желудочно-кишечном тракте имеет катионобменные свойства кислых полисахаридов, антиоксидантные, то есть противокислительный эффект лингина. Д. Влияние пищевых волокон на среду обитания бактерий в кишечнике. Переваривание 50% пищевых волокон, поступающих в кишечник, реализуется микрофлорой толстой кишки. Пищевые волокна нужны для нормального функционирования не только пищеварительной системы, но и всего организма в целом. Е. Отсутствие пищевых волокон в диете может провоцировать рак толстой кишки и других отделов кишечника. Показан также антитоксический эффект растительных волокон. Они способны адсорбировать и выводить из организма различные соединения, в том числе экзо- и эндогенные токсины, тяжелые металлы. Ж. Атеросклероз, гипертония, диабет – это недостаток пищевых волокон. В ряде стран интенсивно вводят в пищевую промышленность пищевые волокна. Условно пищевые волокна можно разделить на нежные, содержатся в картофеле, капуста, яблоке, абрикосы и другие подобные продукты, которые расщепляются и достаточно полно усваиваются, и на грубые. Морковь, свекла и другие, они менее усваиваются. Но когда пищеварительный тракт войдет в нужную силу, и они будут прекрасно усваиваться, Наиболее сильные изменения с пищевыми волокнами происходят в толстом кишечнике под влиянием бактериальной флоры. Жиры. Термин жиры подразумевает вещества, состоящие из глицерина и жирных кислот, соединенных эфирными связями. Более доступной для нас терминологии – это вещества, в состав которых входит углерод, водород и кислород. По насыщенности, жирными кислотами, они делятся на две большие группы. Твердые жиры – сало, смалец, сливочное масло, которые содержат насыщенные жирные кислоты и жидкие жиры. Масло подсолнечное, оливковое, из орехов, из косточек и так далее, содержащие в основном ненасыщенные жирные кислоты. Полинасыщенные жирные кислоты – линолевая, линоленовая и арахидиновая – относятся к незаменимым факторам питания, так как в организме они не синтезируются и потому должны поступать с пищей. Эти кислоты по своим биологическим свойствам относятся к жизненно необходимым веществам и даже рассматриваются как витамины, витамин F. Физиологическая роль и биологическое значение этих кислот многообразны. Важнейшие биологические свойства ненасыщенных данных кислот – участие их в качестве структурных элементов в таких высокоактивных комплексах, как фосфолипиды, липопротеиды и другие. Они необходимый элемент в образовании клеточных мембран, миелиновых оболочек, соединительной ткани и других. Арахидоновая кислота предшествует образованию веществ, участвующих в регуляции многих процессов жизнедеятельности, тромбоцитов и других, но особенно простагландинов, которым придает большое значение как к веществам высочайшей биологической активности. Простагландины обладают гормоноподобным действием, в связи с чем получили название гормонов тканей, так как они синтезируются непосредственно из фосфолипидов мембран. Синтез простагландинов зависит от обеспечения организмом этих кислот. Установлена связь ненасыщенных жирных кислот с обменом холестерина. Они способствуют быстрому преобразованию холестерина в полиевые кислоты и выведению их из организма. Ненасыщенные жирные кислоты оказывают нормализующее действие на стенке кровеносных сосудов, повышают их эластичность и снижают проницаемость. Установлена связь ненасыщенных жирных кислот с обменом витаминов группы В. При дефиците ненасыщенных жирных кислот снижается интенсивность роста и устойчивость к неблагоприятным внешним и внутренним факторам. Угнетается репродуктивная функция. Недостаточность ненасыщенных жирных кислот оказывает влияние на сократительную способность миокарда, вызывает поражение кожи. Жиры содержат жирорастворимые витамины. Животные жиры поставляют витамины А и Д, растительные Е. Растительные витамины имеют высокое энергетическое состояние, так как образуются при фотосинтезе в зеленых частях растений и после этого отлагаются в плодах и семенах. При своем расщеплении они освобождают 1 грамм 9 килокалорий, то есть вдвое больше энергии, чем белки и углеводы. Масло орехов является источником хорошо усваиваемых эмульгированных жиров. Если едят достаточно орехов, нет необходимости добавлять в порцион какие-либо масла. Масло же желательно применять, полученное холодным прессованием. Рафинированное масло, лишенное микроэлементов и витаминов, надо исключить. К тому же в полученном масле ненасыщенные жирные кислоты легко окисляются. В масле накапливаются окисленные продукты, которые ведут к его порче. Животные жиры содержат токсические включения, которые при расщеплении попадают в организм. Ведь жировая ткань как животных, так и человека является отстойником, так как в ней наименьший обмен веществ. По этой причине организм, чтобы освободиться от токсинов, откладывает их в жировую ткань, где она хоронится, складируется. Дневная норма в жировых продуктах удовлетворяется 25-30 граммами растительного или сливочного масла. Гидролиз жиров происходит в 12-перстной кишке.